Привела вас в крам. С чего все началось? Куда-сюда или в принципе? Ну очень просто. У меня папа священник. Поэтому вот так и получилось. Просто жизнь по-другому складывалась. Я вначале... Мы жили в Оренбурге. Не на кого смотреть. Мы жили в Оренбурге. Я там закончил десятилетку. Потом приехал сюда. Поступил в Московский авиационный институт. Да, его закончил. Мне удалось остаться в Москве. Потом я в течение 10 лет работал. Научно-производственное объединение «Молния» такой есть. Принимал участие в запуске строительства «Бурана». Нашу советку шаттла. Который сейчас, к сожалению, не продали за границу. И вот когда уже все это стало разваливаться в 19-м году, я поступил в Московскую духовную семинарию. Семинарию закончил, академию закончил. Женился, рукоположился. И несу служение уже в 10-й год. Встану священником. Вкратце, да? Все-таки. Отец священник. Все-таки те времена были достаточно непростые для священника. Те времена были очень сложные. Ну, все же знают про это в 60-е годы. Например, сейчас вот мои дети могут ходить в алтарь заходить, облачаться. Раньше это было просто исключено. То есть сразу же священника запрещали в служении и так далее. То есть мы на Пасху не могли в храм войти с папой. Потому что отцеплялись храмы. Детей всех отнимали и так далее. Стоп. Да. Я мог... Стоп, стоп, стоп. А, откройте. Я мог в храм пойти только на машине проехать с ладыкой. Тот архиерей, который правил. Единственное, машину мы не проверяли. Мы с ним вместе садились. Я с ним вместе приезжал в храм. Ну, конечно, все пришлось испытать. Но я считаю, нормально было такое отношение. Я учился хорошо. И вопросов никаких не было. Ну, а почему вы решили дальше пойти в МАИ поступить, а не сразу в духовную семинарию? Ну, не знаю, что-то так вот. Даже не знаю, почему не сразу. Но сразу, может быть, было тяжело поступить в те годы, хотя это было возможно. И потом хотелось такое образование получить. Ну, как-то так вот жизнь сложилась. Я в университет сначала поступал в МГУ. Там по конкурсу не прошел. На факультете учительной математики и кибернетики. А потом вот уже поступил в МАИ после этого. Я закончил с красным дипломом и уже трудился инженером. И что тогда пошло не так? Почему вы все-таки решили поменять жизнь? В смысле поменять? Нет, я всегда был хотел, думал, что буду священником. Просто рано или поздно должно было это случиться. Я даже знал, что рано или поздно не придется храм строить. Я все время с ужасом этого боялся. В 90-е годы, когда все это сложно было. Вот так оно, видимо, случилось. Просто я уже как бы созрел. Очень хорошо, что институт закончил. Образование, в общем, позволяет мне немного разбираться в вопросах строительства, в других финансовых вопросах и так далее. Я считаю, что образование, которое нам советское давали, очень высокого уровня было. Те люди, которые заканчивают институт, с ними же говоришь по-другому. Если вы общаетесь, я не имею в виду ПТУ или еще что-то. А сейчас все академии, все колледжи. А по-русски, извините, писать даже никто не может. Письмо составить. Даже секретаря, наверное, не подберешь. 105 ошибок на 11 формате делают, к сожалению. Ну и вот это, конечно, авиационный институт многое дал. Я системчик по образованию, систему управления летательными аппаратами. Но людьми тоже надо уметь управлять. Уже какой-то опыт появился. МАИ в каком году закончил? МАИ закончил в 81-м году. С 81 по 90-й год работал в оборонном предприятии. НПО «Молния», как я уже сказал. И в течение всех этих 9 лет мы разрабатывали, строили «Буран» или наш «Шаттл». «Буран» он наш назывался. Работа была тоже очень интересная. Несколько раз я был на Баконоре. Принял участие в запуске этого корабля космического. Он был уникально построен. Не так, как американский. Он был полностью автоматический, если вы знаете. И первый полет он полностью выполнил в автоматическом режиме. Сам поднялся, сам приземлился. Сам заглушил двигатель, сам остановился. Это просто чудо такое было тоже. Я бы сказал, что это был пик нашего советского исследования космоса, ракетостроения. Но, к сожалению, все это минуло и кануло непонятно куда. И очень жалко, что сейчас этот корабль последний, тот уже продали в Германию. Тот, который мы лежим глазами, тот, который летал в космос. И все это с перестройкой рухнуло. Сколько вам лет было, когда вы в семинарию поступили? В семинарию поступил уже в сознательном возрасте. Мне было 30 лет. 30 лет. И с вами учились, наверное, люди помоложе. Учились и помоложе, учились и постарше. То есть там контингент довольно-таки такой широкий. Но я был одним из самых старших. Я был старостой группой и так далее. Что можете вспомнить об обучении? Есть что-то такое, что вы рассказываете, может быть, детям? В семинарии все здорово. Мне нравилось там от начала до конца. Но можно раньше... Так, надо было... Сейчас, извините. Вы не были у Лаврии-то? Нет? В Лаврии не были? Трость-сердь? Нет, зачем? Наши. Наши? Нет, на семинарии это, прежде всего, люди... Я была, точно была. Люди-единомученики, которые все являются верующими, которые все стремятся получить образование. И где существует жесткий режим распорядок дня, как в армии. То есть те, кто или не был в армии, или как-то, то тяжеловато. Потому что приходилось. Поскольку там порядок и дисциплина во всем должны быть. Подъем там, например, в определенное время, 7 часов утра подъем, 8 часов утра завтрак. Начинается занятие, между занятием полдник, после полдника опять занятие, обед. И вот даже после обеда не было свободного времени, сразу началась самоподготовка. То есть мы там с 4 до 7 вечера садились в класс и занимались упорно. Потом ужин, и вот только после ужина там было полчаса или час свободно. То есть вот в таком ритме напряженного. Но большой опыт общения, прежде всего, с духовенцами Лавры, со старцами, с монахами. Где существует особый ритм жизни православный. И только там, наверное, мы всему научились, азам. Хотя я вроде из семьи священника. Но тем не менее, вот там настолько традиции хранятся, настолько это молитва. Наш день всегда начинался с поклонения мощам преподобного Сергия, основателя Лавры. Утром мы туда ходили, вечером туда ходили, молились. Ну и потом, как бы, все ребята молодые, находились все время для шуток и для отдыха. В то же самое время предметы все очень интересно преподавали. Высокий уровень у нас был, образование, я считаю. Осипа, профессор, да, может, Алексей Ильич, читал, например, основное богословие. Читал историю всех религий. Ну, все науки сложно перечислить, их очень много. На самом деле, более порядка 30, наверное. И вот 4 года семинарии, 4 года академии. Человек уже выходит полностью созрелый. И уже печать, вот это обучение, она даже вот по лицам, видно, что семинаристам, или нет. Даже по городу, когда идут, нас очень легко было вычислить, кто мы там. Даже если гражданку оденешься, все равно люди понимают, что мы не совсем особые. И вот именно из стен лавры. А правду говорят, что за выпускниками семинарии девушки охотятся? Ой, ну я не знаю, насколько это правда. Может быть, охотятся, но как бы стараешься брать из своего круга человека. Потому что, может быть, охотятся, да. Но когда добьются этой охоты, то, как правило, семейная жизнь вряд ли складывается. Я знаю таких батюшек, которые берут светских девушек. И они в эту жизнь не могут просто понять. В этой жизни надо жить с детства, питать ее с молоком матери. Начинается у нас, мы как бы целиком себе не принадлежим. Мы принадлежим, прежде всего, на Богу и народу. Дома мы редко бываем, мы всегда бываем в храме. Ну, наверное, сами видели, у нас жизнь в последние дни. И поэтому, если человек не верит, что он пришел, у меня даже рабочий, с 8 до 5. Все, до свидания. Здесь нет такого понятия. Нет понятия сверхурочных. Надо быть, значит, мы здесь всегда бываем. А потом накладывают ограничения небольшие в плане просто физическом, скажем так, посты. Мы всегда все постимся. Я же не могу, например, если я постюсь, то я постюсь. Я не приду, думаю, мясо же не ем там, да. Ну, это просто как бы, да. Ну, это понятно, да. А многие, ну, что там поститься? Ну, там не ешь, там тут ешь. И так далее. А на самом деле, это все очень серьезно. Среда пьяницы нужно соблюдать. Посты и соблюдать. Воздержание такой жизни везде имеет. То есть, если человек с этим не воспитался, то есть в создательном возрасте, если выйдет замуж такая девушка, и она не будет иметь христианское воспитание, а он будет верующим, то из этого брака вряд ли что получится. И хочет пойти в кино, в театр, например, да, под праздники, да, особенно в субботу, как принято. А у нас в субботу служба, я уже не могу уже никуда не пойти и так далее. Вот. То есть, вот так, на самом деле. А с другой стороны, мы себя, конечно, подбираем уже. У нас же есть там регенская школа, есть иконописная школа, да, и есть там знакомые. То есть, как раньше браки строились, как они строились, знаете, да? Были сваты, да, свати, засылались, узнавали, узнавали, кто есть родственники, да, нет ли больных, да, на всякий случай. Больных не только физически, но и душевно, да, чтобы потомство было здоровое. И это не считалось зазорным. Посмотрите, как, ну я до царей далеко, но в принципе-то, да, как все выходили замуж, да, вот это будет твоя невеста и так далее. А любовь, она все это рождается, приходится, именно любовь рождается, а не страсть, которая сейчас, к сожалению, здесь побыла, тут побыла, тут попробовала, все, жизнь закончилась. Да, уже ничего ему не надо, ничего ему интересно, детей воспитывать не надо и так далее. Вот, поэтому у нас в основном браки так и подбирается, по благословению, духовник благословляет, смотрит, он знает духовную жизнь одного человека, другого человека. А если человек со стороны, ни разу не исповелся, не причащался, только красиво хочет, как бы, выйти замуж, ну не знаю, бывают такие случаи, но они, к сожалению, печальные. Ваша семейная жизнь, как она началась? В смысле? Ну, как это со своей женой, вот как у вас вот произошло? А вот моя супруг как раз выпускница Орегинской школы, вот. Я, когда закончил академию, то вот уже понимал, что надо как бы жениться, вот, ну там с ней познакомились и встречались год, наверное, потом уже. Я был уже там экономом в Московской духовной академии, исполнял должность, она заканчивала, и вот потом уже год, через год мы поженились. Когда поженились, то уже сразу я принял в САН, и уже был направлен на приход здесь служить в Москве. То есть вы говорите, что любовь, она сама по себе в дальнейшем приводит? Нет, ну не то, что нет. То есть, возможно, надо было возглавляли? Да нет, 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 ну не так, что немножко это самое. Нет, ну человеку, конечно, тоже нравится и так далее. Я не имею в виду, что как бы вот, ну как бы это сказать-то, ну даже не знаю, вот бывает, что такое, какая-то, именно любовь, а не страсть. Как человеку понравится, там как-то вот примелькнется, нет, чтобы человек тоже сосудный и так далее. Вот, конечно, понравилось, посмотрели, постречались, там общие интересы, уже легче найти, когда человек одного мировоззрения. А когда разное мировоззрение, то, конечно, тяжело. А она тоже, ее семья как-то связана с целью? А семья тоже связана, у нее дядя является наместником монастыря Павла Посадского, Васильевского монастыря, то есть как монах. И вас тоже благословляли? Ну, благословили родителей, у меня папа священник, он еще живет в то время был. Ну, да, конечно. И вот ваша семейная жизнь именно началась. Ну, были в любой семейной жизни какие-то трудности ведь есть, правильно? Какая роль отводится женщине вот в такой семье? Ну, роль как? Роль основная – рожать, воспитывать детей, вести хозяйство, как и в любой другой жизни. Матушка у меня тоже не работает, как и многие, да, потому что у нас трое детей, трое мальчишек. И заниматься этим практически не очень. И сейчас вот по храму очень большая нагрузка идет, то есть она работает, как бы в храме у меня все получается. А роль, как всегда, везде в семье должна быть храниться очага. Отец должен не только священник от друга, а любой, да, питать семью, одевать ее, кормить, заботиться о благосостоянии, благополучии. То же самое у нас, что она и делает. А вы когда-нибудь представляли себе иную жизнь? Да нет. Ну, я иную как. У меня папа так жил, как бы, на мои глаза проходило. Ну, я так же, так он жрит, например. Тогда были свои дурные. Папа в те годы, они тоже умудрялись, строили храмы и так далее. То же самое, те же проблемы. Ваш обычный рабочий день можете распорядок? Ну, у нас рабочие дни, рабочие, рабочие дни и будни бывают, и праздничные дни, да? Ну, в обычные рабочие дни, там, если я не служу, да, я приезжаю обычно к 9 часам утра, ну, и до вечера, там, до 8, до 9, как получится. А в праздничные дни, субботы, я уже здесь перед богослужением бываю, воскресные дни еще раньше, там, вот, когда праздники в 7 и 8 приезжаешь утра. Ну, и целый день, пока не освободишься. Вот если не секрет, конечно, не секрет, что для обычных прихожан, да, священник, что-то такое недосягаемое, что-то такое таинственное, и многие боятся в храмы, они знают, как себя вести, что вообще делать. Вот сама служба, вот, сам процесс службы, люди должны же как-то знать, что, когда, чего делать, правильно? Правильно. Ну, допустим, выходите вы, люди подходят к вам исповедоваться, да? Да, исповедоваться, да. И вот вы говорите, по 250 человек, по 300 за один день проходят. Да, вот, самому вам, вас, наверное, научат абстрагироваться, да, от этих вот проблем, все равно же как-то бывает, что какая-то проблема засяет, или что вы как-то абстрагируете? Нет, мы не абстрагируемся, мы как бы действуем не от себя, от Бога, у нас помощь такая есть Божия, как бы, вот такое, я чувствую, так, ну, сила передается через Дух Святой, просто мы же физическим силам, конечно, это невозможно вынести. Есть такие батюшки, которые, если вникаешь там конкретно, да, можно по любой проблеме так тебя загрузить, что просто можно пойти в Каченко после такого. Поэтому перекрестишься, там, поймешь ситуацию, как Господь подскажет, что-то делает, и уже переключаешь на другую проблему и так далее. Ну, не беря там какие-то экстренные случаи. А так, в общем, вот так, только с помощью Божьей, так, с силой человеческой, конечно, невозможно это понести. А вы когда начинали, вот помните своего первого человека, который вам пришел исповедоваться, что у вас было на душе? Вот, честно говоря, я уже так что-то вспоминаю, вроде помню, вроде не помню, потому что там мы служили в Марьино, в храме Талима и Печали, там, конечно, очень много народа исповедовался, там порядка тоже, да, другой порядок немножко. Ну, вот, вроде бы, кто-то там из молодых к вам подходил, или женщина такая довольно-таки молодая, вот, ну, вроде там проблем от своих не было, и как-то вот так вот. Ну, а первый раз, конечно, хотя мы обучались всем, ну, когда первый раз делаешь все самое, конечно, сложно бывает. Ну, вот, сложно, ну, как это сложно? Вот так, если, ну, вот, понять обычному человеку, что испытывает человек, который… Да кого сами-то не исповедуетесь ни разу. Ну, когда исповедуются, это одно, а когда вам исповедуются, это другое. Ну, почему? Одиноко, как, во-первых, должно быть взаимодоверие, которое между духовником и тот человек, который исповедуется, да? А во-вторых, вы же знаете, что таинство исповеди умирает между нами, и это серьезно считается грехом, если он где-то раскрыт и так далее. Поэтому, знаешь, что такое табуэль за причиной лежит, мы уникаем особо не любопытством. Когда знакомый был, сказал, сказал, что нет, значит, не надо. И поэтому, почему-то вы говорите, что как вы все переносите, просто стараешься забыть сразу, что этот грех, который человек совершает, если отпускает, просто он не нужен. Зачем тебе голову загружать тем, что тебя, в принципе, Господь отпускает, и все, оно через тебя проходит. И поэтому, может быть, и проще, кстати.